Денис, с города Сочи, выступает за Краснодарский край. Физкуй привет! Задолго до появления возможности просматривать любимое видео, когда, где и даже с кем угодно. Поклонники идеальной растяжки до отточенной вертушки не могли не восхищаться Брюсом Ли и, конечно же, Ван Дамом. Сегодня нет необходимости ставить в очереди у проката видеокассет, а у поклонников каратэ новые герои из соседней улицы ближайшей школы родного города. Погнали! Субтитры добавил DimaTorzok Диана Торзок 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 Все чемпионы города и края после того, как успешно выступят на соревнованиях, дают интервью. Это самое сложное? Да. Почему? Не знаю. Я вообще хотела стать чемпионом России. А может быть не так уж и важно стать чемпионом России, а главное вести здоровый образ жизни? И то, и то хорошо. А что важнее? Наверное, здоровый образ жизни. Без здорового образа жизни ты не будешь чемпионом России. Основу сборной Краснодарского края составляют Сочинцы. Да. То есть можно смело говорить, что на уровне региона Сочи абсолютный лидер? Ну не абсолютный лидер, но лидер. У нас сплоченный коллектив. То есть я считаю, что все-таки система, выработанная нами, тянет команду. То есть все сборы, мы, все тренера задействованы. Даже если там нету твоего спортсмена, ты все равно там участвуешь. То есть взаимозаменяемость, она дает свой результат. Когда ведет один тренер, он физически и морально устает. Это завести команду, завести группу так, чтобы они выкладывались не на 100%, а на 150%. Соответственно, когда приходит один тренер, отработал, на следующую тренер второй тренер, третий тренер. То есть это держит детей в стабильности. Они выкладываются на 100%. Как мы всегда говорим, часть заболела, часть травмировалась. Вот эта часть, которая осталась живая, она дает результат. Я знаю, что и сборная Краснодарского края по карате, снова из сочинских спортсменов, успешно выступает именно в российских соревнованиях. Да. Есть ли возможность, на ваш взгляд, в Сочи вырастить олимпийского чемпиона по карате? Если, если на этом олимпиаде, грубо говоря, в 2020 году, вроде говорят, что больше не будут включать, то сейчас не успеем. Вот, потому что даже, грубо говоря, и со всей России, вряд ли кто-то из всей России будет выступать по-взрослым на олимпиаде. Но если олимпиаду все-таки оставят, то все возможно. Это, например, моя мечта, чтобы каждый ребенок стремился именно стать профессионалом. Не на любительском уровне, а именно профессионалом. К этому все стремимся. Я всегда говорю, должна быть холодная голова и горячее сердце. Когда начинает быть горячая голова, то философии уже здесь нет. Начинает эмоции перехлестывать. Это уже не бой, там драка. И спортсмен не достигнет результата. У него должна быть холодная голова, а все остальное придет. Что хорошо в спорте, тот хорошо и в учебе. Это закономерно. Очень многие родители говорят, вот сборы, там ребенок много пропускает, он потом плохо учится. Нет. Очень уже на практике. Когда ребенок перестает заниматься, он учится еще хуже. Когда у тебя все по режиму, ты пришел, быстро уроки сделал на тренировку, у тебя есть свободное время. Когда пришел, у тебя куча свободного времени. Ты что, ты расслабляешься, лежишь, начинаешь отдыхать. Время быстро проходит, бах, а у тебя времени уже уроки сделать нет. То есть это расслабляет. А когда ребенок в тонусе, неважно, в карате, в любом виде спорт, это дисциплина. Он входит в ритм, в темп, и у него все по полочкам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Получилось, что каратэ у нас раньше начал развиваться вообще, чем в Краснодарском крае. Федерация образовалась, я уже не помню, в 94-95 год. Поэтому мы все время идем с опережением. Ну, сейчас, конечно, развивается Краснодар, Тимошевск, подтягиваются тренеры в какие-то станицы, но по большей части пока это разрозненные региональные центры, которые не стремятся влиться в одну большую целую организацию. Поэтому подавляющее большинство спортсменов сборной нашего края – это Сочинцы. У нас хороший тренерский состав. У нас практически все тренеры – это хорошие, профессионально подготовленные люди, которые добились уже определенных результатов и на российской, и на международной арене. Поэтому в этом плюс. Минус в том, что у нас нет своей соревновательной базы. Нет своей соревновательной базы. И поэтому очень сложно содержать арендованную базу. Мы надеемся когда-нибудь, что нам город какое-то даст помещение, где мы сможем готовить спортсменов сборной и города, и края на качественном уровне. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда с вами настойчиво пытаются познакомиться, вы предупреждаете, что вы каратистка? Конечно. Чемпионка России, многократная призерка, многократная призерка первенств и кубков города Сочи. Сразу вас тогда спрашиваем. Для того, чтобы стать профессиональным каратистом, в Сочи есть все необходимые условия? Думаю, да. Но прежде всего это должно зависеть только от спортсменов. Я ориентируюсь на действующих спортсменов, которые сейчас в первые в рейтингах. Я все время смотрю их поединки, их работу, как они тренируются. И стараюсь достигать их уровня. Жан-Клод Ван Дам самый крутой каратист? Не знаю. Наверное, благодаря ему миллионы людей стали заниматься каратэ. Да, но я в свою очередь благодаря Брюс Ли, Джет Ли выросла на их фильмах, на Джеки Чане также. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Брюс Ли 2011 года у нас не было ни одного официального чемпионата Европы, где мы не завоевывали призовых мест. Ну, может быть, один или максимум два. А вот так на протяжении восьми лет наши бойцы регулярно представляют нашу страну. И эти бойцы из Сочи, и эти бойцы на молодежных первенствах, чемпионатах Европы, на взрослых чемпионатах Европы. Они оказывают, скажем так, в сборной России, держат лидирующие позиции. У нас победитель первенства Европы 2011 года, первый, который выиграл, это в легком весе, это был Яша Пономарев. В 2011 году Михаил Давыдов бронзу взял в тяжелом весе в Сербии. Далее в 2013 году у нас Денис Денисенко бронзу взял на чемпионате мира, Миша Давыдов в тяжелом весе тоже на чемпионате мира взял серебро, а там было более 120 стран. Ну и пошло, и поколения идут, идут. Тот же Денис, он до сих пор выступает, он действующий чемпион России, первый номер в сборной России, на него вся страна равняется. Самый крутой каратист. Мне кажется, это Денис, 100%. Денисенко. Погладу. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Очень много талантливых детей у нас в городе Сочи, прям очень много. Сейчас вот прихожу на соревнования, смотрю, и душа радуется, что есть такие дети, воспитанные, хорошие, физически развитые. Ну и они уже довольно себя показали достойно на России, на каких-то выездных турнирах. Очень достойные есть ребята. В Краснодарском крае школа Сочи, наверное, лучшая школа, не то что по краю, даже по России. Два спортсмена сейчас по катетам юниорам в сборной. Это Робик Авакимов и господин Эдик. Вот сейчас они едут на чемпионат мира. Я думаю, они проявятся достойно. У вас цель стать олимпийским чемпионом? По-другому не может быть. Я шел к этому очень долго. Я в три года пришел на этот спорт и не знал, что он будет олимпийским. Вот недавно его признали олимпийским видом спорта. Ну, очень долго занимаюсь и очень иду к этой цели, к олимпийской медали. Самый крутой каратист? Ван Дамм? Нет. Рафаэль Агаев. Самый крутой каратист? Рафаэль Агаев. Мне кажется, это Денис, Денис, Денис. Сто процентов. Денис, я согласна. Денис, 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 Денис. Денис, Денис, Денис. Денис, Денис, Денис. Субтитры делал DimaTorzok И школы образовательные предоставляют залы, и тренеры подготовлены Вопрос в том, что не хватает специализированного зала для нашей федерации Потому что для начальной подготовки, которую сейчас оно и происходит Оно достаточно вполне тех залов, где татами постелили, татами убрали Но для подготовки на первенство Южного федерального округа, на первенство чемпионата России Нужен специализированный зал, где с утра до вечера люди могут оттачивать свое мастерство Во время предсоревновательного сбора Мы арендуем у частного предпринимателя зал за очень большие деньги И это напрягает, и это очень мешает продуктивной работе Тем не менее, работа получается успешной? Работа получается благодаря энтузиазму родителей и тренеров Это исключительно это Количество людей определяется школами, тренировками в школах А качество соревновательного, точнее тренировочного процесса Качество подготовки топовых сочинцев Оно основано на двух позициях, на трех, скажем так Это спортивная база, это качественный тренировочный процесс Обеспечиваемый грамотным тренером И это поддержка города Потому что в данной ситуации Допустим, у этих ведущих спортсменов У нас Министерство спорта Краснодарского края Поддерживает гораздо больше, чем может поддержать город Допустим, у нас Министерство спорта Краснодарского края Ручка, хорошо Начать ручкой, ножкой доработать Подготовила? Ручка, продолжай Сама Еще, еще, еще Горослав Давай, 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 время есть Давай, давай, давай Сзади, сзади Тренировки Это не только научиться правильно проводить удары А еще правильно найти подход к ребенку В моральном плане правильно его подготовить к выходу на татами И вообще в целом к жизни Это именно то, что в свое время мне, моим друзьям не хватало То есть группа это группа Но у меня работа идет отдельно То есть индивидуальная тренировка проходит полтора часа Парная два, тройная два с половиной И мы с ребятами в процессе тренировки Активно проводим беседы по поводу каратэ И вообще в принципе о жизни Работай руками, редко, но метко ножки добавляй, дорабатывай Работай первым номером Задавливай соперника, отчеток на дзюга И выполняй свою гигу Понял? Я привожу в примере в первую очередь Ван Дамма Который снимался в «Кровавом спорте», в «Самоволке», в «Хикбоксере» И других серьезных фильмах Где он демонстрирует свою технику Ван Дамм в свое время занимался шотокан каратэ Которым мы сегодня занимаемся Продолжаем, у нас есть современная версия Сейчас World Karate Federation То есть современная версия каратэ По которой проводятся соревнования Это техника спортивная, проводится в накладках А шотокан каратэ изначально, когда зародилось Каратэ зародилось на острове Окинава Давным-давно Это была традиционная техника Работа шла и локтями, и коленями И удары были ребром ладони Работали в основном на набивку И отрабатывали не кумите, а като Это комплекс упражнений, которые отрабатываются в определенной последовательности Ты побил мой рекорд Теперь я разорву тебя на куски Как твоего дружка Адеми! Стой, стой! лет я защитил аттестацию на первый дан на черный пояс поступил в институт я планировал заниматься учебой работой но вот ко мне обратился один человек по поводу индивидуальных тренировок его сына два года я тренировал только лешика богдана это был мой первый ученик которого я вкладывал все свои силы и душу затем когда люди увидели результат нашу работу стали обращаться другие люди и как бы вот все пришло к тому что сейчас у меня свой спортзал мы работаем на татами в кимоно именно индивидуальные тренировки где я вкладываю душу в своих учеников мне нравится техника занимаешь 6 лет нравится работа не хочу чтобы не хочу идти на бокс потому что выбеги голову для начальной спорта в будущем может быть пойду какой-то более сильный более контактный спорт карты это контактный но не такой сильный выступал на всероссийских соревнованиях занял там третье место также первенство края много первых мест и сочевский тоже много первых мест спасибо григорию юровичу за подготовку спортсменом надо становиться если если ты не будешь спортсменом становиться то будешь ты не сайт ты не сможешь дать кому-то в сдачу чтобы надо ходить на тренировки чтобы был пресс красивая чтобы быть сильным за два года можно три раза стать чемпионом города сочи по карате ну да а как это удается ну надо много заниматься по карате надо с уважением нос приходить с уважением спортзал заниматься как много больше что значит с уважением но к тренеру хорошо относиться хорошо заниматься слушаться его делать что он говорит его и выполнять те упражнения о котором он говорит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!